Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Моя семья была с достатком. Большая квартира, прекрасная дача, машина. Родители много зарабатывали, но внезапно их не стало. И я оказалась у своей тети, которая взяла надо мной опеку. Так я и начала жить с тетей Катей и ее несносной дочкой Леной. Сначала все было хорошо. Тетя Катя была очень мила со мной, но это до поры до времени и только при посторонних. Она перебралась в квартиру моих родителей и вообще была очень жадная. К слову, можете сравнить с мачехой из сказки «Золушка». Очень похоже. Да и я сама превратилась в Золушку. Уборка была на мне с пяти лет. Мне нельзя было ни смотреть телевизор, ни есть сладкого. Конфеты можно было только Ленке. Машина исчезла. На даче мы не бывали. Одежда родителей из шкафов тоже пропала. А вот тетя Катя с Ленкой приоделись и в рестораны ходили. Конечно же, я осознавала, что все тетка продает. А потом внезапно мы и из родительской квартиры переехали к ней в однушку на окраине. Спустя какое-то время меня сдали в приют. Сначала жизнь казалась невыносимой, меня постоянно дразнили, но потом я привыкла и обзавелась друзьями. Отучившись, я получила квартиру, в которой стала обживаться, а также устроилась уборщицей в супермаркет с перспективой на повышение. Однажды к нам должен был приехать хозяин. Все тогда с ума сошли, суетились и бегали. Приехал хозяин, Александр Иванович, и когда увидел меня, он долго и пристально смотрел. А в конце рабочего дня меня вызвали в кабинет управляющего. Когда я пришла, в кабинете был только он. Этим управляющим оказался Николай Степанович, который в конце рабочего дня вызвал меня к себе и стал расспрашивать о моей жизни. Я выложила ему все как на духу, от смерти родителей до интерната. Он же вздохнул, услышав это все, и сказал, что знал моих родителей и меня с самого рождения. Потом он предложил должность управляющей в новом центре, но для этой должности я должна была отучиться. Именно из-за последнего я хотела было отказаться, но мой новый знакомый пообещал устроить меня в вуз, но учиться мне придется самостоятельно. Да, работать и учиться тяжело, но я знала, что работаю на свое будущее, и мне это нужно. Через несколько лет я уже сменила свою маленькую квартирку на двушку, хоть и пришлось с сожалением продавать свою первую. И как-то раз в дверь позвонили, я открыла, а на пороге стояла моя сестра Ленка. До сих пор не знаю, как они узнали, где я и чем занимаюсь, но Лена сразу же потребовала найти ей работу, а также оставить жить в своей квартире, пока она будет искать съемную. Выслушав Лену, я предложила ей пойти поработать уборщицей, так как у нее тоже не было образования. Она пришла в ярость и позвонила маме пожаловаться. Тетя же кричала мне в трубку, что у меня есть то, что есть благодаря ей. И если бы не она, то неизвестно еще, где бы я сейчас была и какие подворотни подметала. Она даже пригрозила отобрать мою квартиру. Я же в свою очередь ей напомнила о проданном ею моем наследстве, о том, что я их засудить могу и что это она отправила меня в приют. После этого я прогнала Ленку и избегала любого контакта с этими родственничками. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.